Мокрого места не оставит границы опухоли и установит по содержанию воды. Разработанный в России новый метод определения рака мозгу способен в 4 раза быстрее диагностировать его локализацию. Способ основан на использовании терагерцевого излучения. Отражаясь от здоровых тканей, электромагнитные волны дают врачам информацию о границах опухоли и степени ее злокачественности прямо во время операции. Такая диагностика значительно повышает эффективность лечения, она может быть внедрена в медицинскую практику в ближайшие 10 лет. Не оставить лишнего. Наиболее распространенным типом опухоли мозга являются глиомы, которые слабо восприимчивы к химиотерапии. При этом хирургическое лечение заболевания часто бывает затруднено из-за невозможности четкого определения границ новообразования как с помощью визуального осмотра, так и при использовании магнитно-резонансной томографии, МРТ. В результате фрагменты опухоли часто остаются в мозге после хирургического вмешательства, вызывая рецидив заболевания. Пластырь от рака. Создан новый способ доставки лекарств через кожу. Различные препараты будут проникать в организм дозированно в течение заданного времени. Коллектив специалистов из МГТУИМ. Наши эры. Баумана, Института нейрохирургии ИМ. Нижний Новгород. Бурденко Института общей физики ИМ. А.М. Прохорова предложили решить проблему с помощью терагерцевого спектрометра. Благодаря прибору нейрохирурги смогут видеть четкие границы опухоли прямо во время операции. Это должно значительно улучшить результативность лечения и повысить выживаемость пациентов. Злокачественное новообразование содержит больше воды по сравнению со здоровыми тканями, пояснил заведующий лабораторией ИОФРАН ИМ. А.М. Прохорова Кирилл Зайцев. Именно это свойство мы используем в нашем методе диагностики, основанном на сильном поглощении терагерцевого излучения молекулами воды и позволяющем четко определить границы опухоли. Ученые используют оригинальную лабораторную установку, реализующую хорошо известный метод терагерцевой и импульсной спектроскопии и оптимизированную под задачу исследования фрагментов опухоли. Принцип действия прибора прост и заключается в генерации импульсов терагерцевого излучения, которые изменяют свой спектр при отражении от биологических тканей. Изменение характеристик излучения говорит об оптических свойствах биологических тканей, по которым специалисты научились различать глиомы и здоровые ткани мозга. Новый метод детектирования границы опухоли в ходе хирургического вмешательства может серьезно расширить наши возможности по выбору тактики дальнейшего лечения, пояснил нейрохирург, аспирант Института нейрохирургии им. Нижний Новгород. Бурденкошеев и Слямбешплав. В частности, если мы получим информацию о доброкачественности опухоли, находящейся в особенно важной функциональной зоне мозга, мы не будем удалять ее полностью, чтобы максимально сохранить окружающие ткани. Вместо этого будет назначено облучение, которое нейтрализует оставшуюся часть новообразования. Если же станет известно о наличии раковых клеток, то врач выберет более радикальный хирургический подход по удалению всей опухоли в 4 раза быстрее. В настоящее время при удалении опухоли врачи отсекают ткани в несколько этапов. Для каждого из образцов проводится отдельное гистологическое исследование, во время которого фрагмент изучается в другом помещении с помощью микроскопа. Однако такая процедура занимает много времени, один образец анализируется в среднем 20 минут, что во многих случаях вызывает необходимость выбора между тщательностью исследования и временем, в течение которого пациент будет находиться под наркозом. В результате некоторые операции по удалению глем могут длиться около 8 часов. Сила света, российские ученые создали новый метод лечения рака. Комбинация молекулы фотосенсибилизатора с магнитной наночастицей позволит вести целенаправленные от стрел клеток злокачественной опухоли. Уменьшить время операции и повысить качество хирургического лечения можно путем переноса диагностического оборудования прямо в операционную. В частности, некоторые клиники сейчас пытаются установить в них аппараты МРТ. Для этого им приходится заменять все металлические инструменты на керамические, полимерные и прочие аналоги, которые стоят очень дорого. Терагерцевая диагностика может применяться в стандартных операционных, а также позволяет проводить диагностику, не используя дорогие маркеры опухоли, подсвечивающие ее при обычных МРТ-исследованиях или флуоресцентной нейродиагностике, рассказал Кирилл Зайцев. Интраоперационное исследование одного фрагмента опухоли с помощью нашего метода займет до пяти минут, что минимум в четыре раза быстрее, чем сейчас. Библиотека образов. «Подобный прогресс действительно возможен при оптимистическом сценарии развития технологии. С ее будущим внедрением может быть связано не только качество операций, но и возможность получения новых знаний о болезни», отметил директор клиники онкологии, реконструктивно-пластической хирургии и радиологии Первого Московского государственного медицинского университета ИМ. ИМ. Сеченова, академик РАН Игорь Ишетов «С использованием тирагерцевого диапазона связаны наши надежды на улучшение качества диагностики множества видов рака», пояснил он. «Сегодня ученые совместными усилиями создают целую библиотеку образов различных опухолевых клеток, полученных с помощью данного способа их изучения. В перспективе работа может помочь найти ранее неизвестные особенности строения опухолей и понять их взаимодействие со здоровыми тканями. Благодаря этому могут открыться новые пути совершенствования методов лечения». Исследование поддержал Грантом Российский научный фонд. В настоящее время перспективный способ диагностики прошел испытания на фрагментах опухолей человеческого мозга различной степени злокачественности, которые затем отправлялись на подробное гистологическое исследование. В ходе эксперимента результаты терагерцевой диагностики всегда совпадали с выводами специалистов-гистологов, что говорит о ее высокой точности и универсальности. Процесс создания серийной техники для этого вида диагностики и прохождения всех необходимых испытаний может занять около 10 лет.